Всем привет! С момента начала разработки мода на КТА многие неоднократно спрашивали, будет ли на КТА строительство? И если да, то как оно будет выглядеть? Сегодня мы с вами посмотрим, собственно, как оно будет реализовано на КТА и увидим, чем оно отличается от системы строительства в Man of War. Спойлер, оно отличается очень сильно. В отличие от Man of War на КТА для этого был реализован специальный инструмент, который позволяет сделать строительство очень удобным и намного более функциональным. Давайте сейчас посмотрим, как это выглядит. Так, ну, выберем... ...выльдар... ...выльдар... ...и... ...эмперскую гвардиру. ...давайте начнем в эмперской гвардиру. Соответственно, теперь тут здесь будет вполне себе понятная кнопочка «Обранительное сооружение» у юнитов, которые могут строить разные обранительные постройки. Соответственно, открываем эту кнопочку и видим менюшку с иконками. Тут будут специальные надписи. Все будет доступно и понятно. У юнитов теперь есть ресурс «Строительный материал». Он восстанавливается со временем, его есть ограниченное количество. И чем больше этого материала, тем больше постройок мы можем построить. То есть, соответственно, один юнит может строить, в принципе, неограниченное количество построек. Что у нас здесь есть, как это выглядит? Например, обычная «Американа». Мы выбираем, и у нас появляется эскиз. Очень удобно. Мы можем вводить, смотреть, как он будет выглядеть. Что самое главное, мы можем повернуть его в нужном направлении, в нужном нам месте. И поставить так, как нам нужно. Ну, соответственно, например, к врагу с лицом. Все юнит отбегает, строит. Это быстренько заканчивается. И объект у нас со спецэффектами и звуком устанавливается. Обратите внимание, что все, что вы сейчас увидите, это, в принципе, альфа-версия строительства. На релизе она может отличаться от того, что показано в видео. Так, давайте посмотрим, что у нас есть еще интересного. Ну, допустим, да, противотанковые ежи. Здесь есть какая-то такая интересная функция, что мы можем ставить их сразу много. Вот так. Нужно нам направление, нужно нам количество. То есть мы можем заградить какой-то проход сразу. Нужно нам количество противотанковых ежей или, в принципе, любых укрытий. Так, давайте откопируем нашего техно-жирца. Пусть он здесь строит противотанковые укрепления. А здесь поставим бункер. Да, бункер тоже можно строить. В принципе, те, кто внимательно следит за новостями в Man of War, помнят, что там тоже можно было строить бункер. Но эта функция не была до конца реализована и со временем загнулась. Бункер также можно повернуть в нужную нам сторону. Он будет удобно поставлен. И строящий его строитель сразу окажется внутри бункера после того, как он будет установлен. Собственно, ровно так же мы можем ставить эту релью. Болтерная, ракетная, плазменная. Нужную нам сторону, нужную нам образом. Я слышу машинный звук. Как видим, ресурс постепенно восстанавливается и мы можем снова строить новые дурили, новые укрепления и так далее. Конечно. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Те, кто играет в Man of War внимательно, знают, что Мстители могут ставить щиты. Но в Man of War эта функция была реализована не очень удобно. Во-первых, не все это знали, потому что это было не совсем очевидно. Во-вторых, зачастую их было сложновато ставить, потому что непонятно, кто их ставит, как их ставить. Здесь, соответственно, видно, что у нас есть нужная иконка. Мы можем ее открыть. Здесь будет специальная кнопка. И мы можем поставить этот щит в нужную нам сторону. Как нам может быть? Мы можем поставить два щита сразу. Давайте поставим один щит. Щит установился, наш Эльдар встал. Мы можем поставить последних. Мы можем поставить. Из щита. Мы можем поставить эту щиту. Он будет абсорбировать урон. Пробили щит, у него кончилось хп, спустя время он восстановится. Так, снова это Мститель. То есть у Мстителя будет только щит. Отдельно будет строитель. Сейчас это Рейнджер. Мы решим, что за ней мы не знаем на кого-нибудь другого. У Эльдар будет отдель... Скорее всего, у Эльдар будет отдельная система строительства. У нас освещающаяся от классических юнитов. Как это будет выглядеть? Иконок пока нету, потом тоже приделаем. Нужный нам объект мы ставим. Эльдар подбегает. Запускает строительство и... Объект начинает строиться. Спустя какое-то время достраиваться самостоятельно. То есть мы можем запустить одновременно несколько объектов. И наш при этом строитель остается не занят. Он может отстреливаться и заниматься какими-то другими делами. Соответственно, когда мы можем также ставить турели. Большие укрытия и так далее. Мы можем запустить много объектов на строительство. Пожалуйста, можно стрелять. Так, посмотрим на лои листов для Великосмодесанта. Ну, в принципе, у них будет примерно то же самое. Можно ставить укрытия. Скорее всего, будут на релизе другие укрытия. Давайте посмотрим, как сложится ситуация. Ну, и соответственно, можно сбрасывать обыкновенные турели. Скорее. Конечно, той же проковыть. Скорее. Вот. тактической игры можно заблокировать полностью проход поставить бункер укрепить какую-то точку не много строителей можно вообще устроить можно загрузить очень большой участок карты тремя строителями сразу давайте посмотрим что у нас могут сделать несколько строителей за короткий промежуток времени допустим вы укрепляетесь на точках захватываете точку и укрепляетесь на ней ставить бункер и ставить заграждение ставить бункер ставить бункер ставить бункер ставить противотанк чтобы танки не могли заехать на наше укрытие и и и и и и и Собственно готово, укрепление в наличии работает. Может отстреливаться. Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Всем спасибо за внимание... ...Пока. Субтитры создавал DimaTorzok